Привет, с вами Александр Иванок и первый представитель линейки NXT Sony Xperia S. Смартфон оснащается 12-мегапиксельной камерой, дисплеем с HD-разрешением, двухъядерным процессором с частотой 1,5 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 237. По характеристикам Sony Xperia S претендует на роль флагмана. Давайте посмотрим, как обстоят дела на самом деле. В дизайне Sony Xperia S преобладают прямые линии и углы. У нас в редакции побывал образец черного цвета. В продаже есть еще белый вариант с аналогичным матовым покрытием. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Xperia S, вставка из прозрачного полимера внизу корпуса. Никакой пользы в ней нет, но с эстетической точки зрения именно она привносит изюминку в лаконичный дизайн Sony. Внутри полимера нарисованы иконки клавиш, и если присмотреться, видны три светодиода, подсвечивающие их. Фокус в том, что все, кто берет в руки телефон, инстинктивно нажимают на эту полоску, ожидая реакции смартфона. Настоящие же кнопки расположены выше. Чтобы сориентировать пользователя, разработчики пометили их расположение точками. Все это приносит некую суматоху в удобство работы, но к такой особенности дизайна привыкаешь буквально спустя несколько часов. Кроме клавиш, на фронтальной панели присутствует камера, датчик приближения и индикатор событий. Последний светит тремя цветами красным, зеленым и белым. В процессе зарядки лампочка мигает зеленым, а по окончанию горит постоянно. Красным цветом телефон сигнализирует о входящих сообщениях или пропущенных звонках. Белый предназначен для уведомлений о событиях из социальных сетей, например, Twitter или Facebook. На правой и левой боковинах корпуса симметрично друг к другу расположены разъемы micro HDMI и micro USB. Оба прикрыты заглушками из твердого пластика. В отличие от левой стороны, где больше нет ничего, в центре правой под micro HDMI присутствует сдвоенная клавиша регулировки громкости, а чуть ниже двухпозиционная клавиша камеры. На нижнем торце три прорези, две для крепления ремешка и одна для разговорного микрофона. На верхнем торце в его левой части есть только клавиша включения блокировки и 3,5 миллиметровый разъем для наушников. Разъем американского типа, такой же, что и в Apple iPhone 4 и 4s, поэтому при покупке советуем проверять их на совместимость со смартфоном. В нижней части тыльной стороны присутствует значок Sony Ericsson. Вверху панели расположены камера, вспышка, динамик, небольшой выступ и микрофон, используемый для записи звука в видео. Чтобы снять крышку, прикрывающую доступ к аккумулятору и сим-карте, достаточно легонько сдвинуть ее вверх. Панель выполнена из мягкого, но прочного пластика, напоминающего тот, что используется в смартфонах Samsung Galaxy S и Galaxy Nexus. Сняв крышку, вы получаете доступ к слоту микросим и несъемному аккумулятору. И то и другое в телефонах этой марки применяется впервые. В смартфоне Sony Xperia S установлен TFT-экран с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 1280 на 720 точек. Это самый высокий показатель количества пикселей на дюйм среди дисплеев, используемых в мобильных телефонах. Резкость и запас яркости выше всяческих похвал. Если сравнивать ее с дисплеями Apple iPhone 4 и 4S, Sony выступает в яркости от 3 до 320 км2 и углам обзора. Как и в предыдущих моделях, между дисплеем и сенсорной панелью отсутствует воздушная прослойка, улучшая этим самым восприятие картинки. Как и в смартфонах Sony Ericsson, в Xperia S присутствует функция улучшения изображений Mobile Bravia Engine. Несмотря на то, что в настройках нет возможности установить автоматическую регулировку яркости, смартфон, в зависимости от иллюстрируемой информации, умеет регулировать ее сам. Sony Xperia S работает под управлением Android 237. Отличий от предшественников практически нет. Для разблокировки сдвигаем ползунок вправо, после чего попадаем на основной рабочий ствол. Количество столов, а их всего 5, не регулируется. Одним ловким движением можно отобразить на экране все установленные виджеты и при необходимости перейти к любому из них. Добавить новые можно двумя способами – нажатием и удержанием на свободной части экрана или же через вызов контекстного меню. Список графических фрагментов, такое название носят виджеты в телефонах Sony, невелик. Наиболее востребованные и интересные из них – это погодный канал Timescape и отслеживание данных. Кроме виджетов можно добавлять ярлыки установленных приложений. Ни те, ни другие элементы не поддерживают масштабирование. При желании можно создавать папки, для этого достаточно перетянуть любой ярлык на другой. Расположение ярлыков в нижней части экрана можно менять. Допускается даже создание папок среди них. Мы попробовали узнать максимальное количество ярлыков для одной папки, но сбились со счета на втором десятке. Меню приложений имеет несколько типов сортировки. Свой порядок, по алфавиту, наиболее часто используемые или недавно установленные. Передвигаться между страницами можно сдвигая их влево-вправо. Приятно, что в телефоне уже присутствует файловый менеджер и приложение для навигации VicePilot. Среди прочих интересностей отметим 3D-альбом и 3D-камеру, представляющие собой нечто среднее между панорамой и объемным изображением, для полноценного отображения которых смартфон надо подключать к телевизору. Далее отметим наличие Facebook, Evernote, антивирусного приложения McAfee Security, NeoReader, сканер с их дальнейшим распознаванием, Office Suite для просмотра офисных файлов. Отдельно стоит отметить приложения собственной разработки. Среди них Football Downloads, доступ к содержимому Лиги Чемпионов, рисунки, сигналы и т.д. Play Store, свой вариант магазина с приложениями, Track ID, распознавание мелодий, диспетчер LiveWare, настройка запуска приложений при подключении к интерфейсным разъемам каких-либо устройств. Метки создания определенных комбинаций при попадании в радиус действия NFC-меток, музыки и видео друзей. Здесь объяснений не требуется. Подключенное устройство для просмотра либо прослушивания мультимедийного контента в локальной сети через Wi-Fi-соединение. И рекомендации. Еще один магазин с рекомендованными приложениями, переправляющий в Google Play. Sony Ericsson единственный производитель из пятерки лидеров, не имеющий моделей с двухъядерным процессором. Xperia S – первый смартфон на двухъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon MCM8260 с тактовой частотой 1,5 ГГц. В паре с ним трудится графическое ядро Adreno 220. Объем оперативной памяти равен 1 ГБ и 32 ГБ для пользовательских данных. Из них 25,8 ГБ отводятся под медиафайлы. Объем доступный при подключении ПК и около 2 ГБ для приложений. Карты памяти не поддерживаются. Как и подобает устройству с такой начинкой, по результатам тестов смартфон находится в лидерах. Учитывая, что при переходе на Android 4.0 производительность системы возрастает еще больше, возможности 1,5 ГГц процессора хватит как минимум на год. Как это не странно, оказалось Xperia S не по силам тестовым по 4 файлы, а МКВ и вовсе не получилось скопировать во внутреннюю память. Конечно, при копировании их можно сразу конвертировать, либо воспользоваться сторонним проигрывателем, как, собственно, многие и поступают. Но, учитывая мощный процессор и графическое ядро, за такие деньги хотелось бы обладать менее переборчивым устройством. В отличие от видео, с музыкальными файлами ситуация противоположная. Тут вам и изменения в интерфейсе, и качество, и громкость воспроизведения. Учитывая наличие предустановленных пресетов, возможность ручной регулировки эквалайзера и наличие выбора между звуками, имитирующими нахождение в студии, клубе или концертном зале, сомневаюсь, что хоть кто-то задумается об установке другого плеера. Добавьте сюда возможность редактирования тегов и обложки непосредственно при воспроизведении и получите один из самых функциональных проигрывателей на андроиде. Еще одним предметом гордости Sony Xperia S служит 12-мегапиксельная камера с рекордным для андроид смартфонов разрешением и возможностью съемки Full HD видео. Запустить камеру можно из любого приложения, достаточно нажать соответствующую клавишу. Но самая главная фишка S в мгновенном запуске и фокусировке при заблокированном экране. Представьте себе, вы идете по улице и вдруг происходит что-то необычное. Чтобы успеть снять такой момент, нужно достать телефон из кармана, разблокировать его, запустить приложение камера, навести фокус и зафиксировать кадр. Xperia S установила новый рекорд скоростной съемки 2 секунды, правда при условии, что получится быстро навести фокус на нужном объекте. Поражает, правда? Если же вдруг вы не любите сюрпризы, значение клавиши камера можно переназначить. Запустить и снять на просто запустить или вовсе отключить. Фотографии с разрешением 12 мегапикселей доступны при установке соотношения сторон кадра 4 к 3. Если же вы желаете получать снимки компьютерного формата 16 на 9, разрешение снизится до 9 мегапикселей. В меню также присутствуют предустановленные режимы, но мы рекомендуем установить автоматическое распознавание сцены, чтобы не задумываться о настройке баланса белого, значениях ISO и прочих параметров. Тем, кто любит баловство, предлагаем поиграть с режимами панорамные 3D и многоракурсные 3D обзоры. Их получение напоминает съемку панорамы, но с немного меньшим углом обзора. Результат отдаленно напоминает объемное изображение, причем для его просмотра не нужны ни специальные очки, ни телевизор. Но веселье начинается с распознавания улыбки. Всего в телефоне 3 таких режима. Большая улыбка, средняя улыбка и небольшая улыбка. Чтобы получился снимок, камере достаточно определить в кадре лицо, как сразу же будет нажать спуск, если конечно же размер улыбки соответствует выбранной. Для фиксации кадра в режиме большая улыбка улыбаться надо на все 32, иначе не получится кадр. А вот если установить небольшая улыбка, то кадр будет зафиксирован как при небольшой улыбке, так и при улыбке от всей души. Такая функция действительно полезна и может пригодиться для случаев, когда нужно поймать момент с улыбкой. Камера сделает все за вас. В режиме видео количество настроек меньше, но стабилизация изображения, режим фокусировки, условия и способ съемки, а также измерения доступны и здесь. Full HD видео сопоставимо с аналогами, а вот при записи в движении картинку портит дрожание, причем включение стабилизации никак не влияет на конечный результат. Эта модель предназначена для тех, кто не гонится за количеством ядер в процессорах, отдавая предпочтение сбалансированным устройствам. Обладая easy-дисплеем, Xperia не пытается установить новый рекорд диагонали, как и не рекламирует 12-мегапиксельную камеру как что-то невероятное. Всего в меру. Минимум неприятных сюрпризов. Будущее Sony Xperia S зависит от цены и скорости выхода Android 4.0 под нее. Все остальное уже есть.